Всем привет! Я вчера выложила сториз-опубликацию, в которой показала свои новые покупки в магазине Art Quartal. И много кто изъявил желание посмотреть их поближе. Что же я купила? Здесь есть какие-то совсем неинтересные покупки, например, разбавитель тройника для письма маслом. Поэтому я думаю, что на этом я останавливаться не буду. Было много запросов по поводу карандашей, по поводу палитры. И акварельных красок. Давайте начнем все по порядку. Я давно мечтала о такой палитре. Это палитра от Malivich. Она герметичная. У нее такая очень приятная упаковка. Достаточно большая. Я думаю, что это все-таки больше, наверное, не пленерный вариант. Хотя, может быть, и я ошибаюсь. Здесь есть ячейки, куда можно выдавливать краску. Вот, чтобы все вылезало. И также есть еще здесь дополнительная прозрачная вставка. И можно, как я понимаю, акварелью разводить и здесь. Можно только вот в этой части. Мне сказали, что и вот эта вот снимается. Но нужно приложить много усилий. Я думаю, что мне в этом необходимости нет. Поэтому я вот эту часть снимать не буду. Но, наверное, если ее использовать чисто только как палитру, да, без мест под выдавливание акварели, то это нужная функция, да, что получается здесь можно вынуть полностью все. Но вот это вот мне прям очень понравилось. То, что, во-первых, это можно достать. Ее можно помыть, да, и чистенькую опять убрать назад. И также, если, к примеру, я когда рисую на пленэре, у меня всегда есть полочка. У меня может еще вот эта дополнительная часть лежать на полке для каких-то, к примеру, светлых или темных, наоборот, оттенков. Поэтому палитре очень довольна. Смотрим дальше. Также у меня еще появилась вот такая вот... Не знаю, как правильно. Палитра, не палитра, да, от Невской палитры. Небольшая коробочка для пленэра. Здесь мне понравилось, что есть кольцо для того, чтобы держать. Я думаю, что на вот эту палитру сзади я тоже куплю где-нибудь кольцо, да, чтобы вот так же держать. Потому что это удобно. Положил палитру, и она никуда не слетает. Особенно, если она большая. Сюда вставляются кюветки. Здесь, получается, 12 цветов можно добавить. И также есть место, где замачивать, разводить краску. Она, на самом деле, достаточно тяжеленькая. Поэтому пока я ей не пользовалась еще. С учетом того, что у меня для пленэров, я покупала себе от Винзор Ньютон вот такую вот палитру. И этой палитрой я, в принципе, достаточно довольна. Часть цветов, которые мне не нравились, я просто выложила и залила сюда свою любимую акварель. Также тут выдвигается вот эта вот нижняя часть. Можно вот сюда повесить себе водичку. И вот так вот пальцем держать и рисовать. Поэтому чисто вот для пленэров, для таких в полевых условиях походных, для быстрых зарисовок, очень удобная вещь. Когда я ездила этой зимой на Шри-Ланку, я брала ее и рисовала ей. Во-первых, она занимает мало места. Во-вторых, все необходимое. Так, вот это не сняла. В ней есть. И, может, мне кто-нибудь подскажет, чем можно отмыть вот такие вот въевшиеся оттенки. Я слышала, что вроде как это можно сделать меланиновой губкой, или как так она называется. Если вдруг у кого есть какие-то советы, буду очень рада, если вы мне напишите в комментарии. Потому что купила ее совсем недавно. Да, получается, ей сколько? Полгода, чуть больше. Но она у меня уже вся извазюканная. Так, это небольшое отступление. Посмотрим дальше. Также я еще получила в подарок в квартале карандаши. И вот по карандашам было много запросов. Показать, что это за карандаши. Здесь набор из разных коллекций. Здесь есть обычный простой карандаш 9Б. И это прям супер карандаш. Я помню, что когда я еще училась и поступала на архитектуру, мы там рисовали... У нас было много карандашей. У меня, по-моему, было от HB до 6Б. 9Б это прям какой-то космос. Давайте я вам на бумажке покажу. Вот посмотрите, какой жирный-жирный след он оставляет. Он супер-супер черный. Поэтому для графических работ... Вот если бы у меня был такой карандаш... Сколько, 10 лет назад я была бы безумно счастлива. Но почему-то я не видела вообще больше, чем 6Б раньше карандаши. Видимо, просто не там смотрела. Так что этот карандаш подойдет чисто для графики. Никакие подрисунки им сделать нельзя. Поскольку если таким карандашом провести линию и потом размыть его водой, то это будет грязь неимоверная. Вот я вам могу даже показать. Граффит сразу же размывается во все стороны. Поэтому это вот чисто для карандашных каких-то зарисовок. Поскольку я иногда практикую, мне как раз не хватало жирного карандаша. Я покупала себе отдельно просто графит. Но им не так удобно. Поэтому я когда увидела, очень обрадовалась. Потом следующий карандаш. Это коллекция Марина. И он акварельный. Я сравнила со своими акварельными карандашами. Мне кажется, он более жесткий. Вот у меня есть акварельный карандаш. Сейчас найду, куда я их положила. От Кахинора. Очень старый набор. Еще когда училась в школе, по-моему, в каком-то 2008 году, я его выиграла на конкурсе. И почему-то как-то получилось так, что я ими почти не рисовала. Поэтому у меня почти целый набор сохранился. И вот сейчас я иногда в акварельные работы добавляю карандаш. И вот этот карандаш намного более жирный от Кахинора, чем вот эти. Но мне кажется, что если рисовать именно акварельными карандашами, делать какие-то мягкие переходы, то вот таким карандашом получится намного мягче, чем от Кахинора. Мне кажется, у Кахинора они более жирные, поэтому переходы будут менее плавные. Хотя, может быть, я ошибаюсь. Сейчас мы, когда сделаем выкраски, мы попробуем с вами сверху два разных карандаша и посмотрим, как они будут себя вести. И также в наборе был карандаш пастельный. Он достаточно мягкий, укрывистый. Тоже посмотрим, как он будет вести себя на акварели сверху, поскольку пастельные карандаши я не только использую, когда рисую пастелью. Пастелью я рисую не так часто, но в акварели иногда я их добавляю, особенно в скетчах. Поэтому посмотрим после того, как сейчас делаем выкраски, как они будут себя вести. Так, акварельные карандаши отложим. Также я еще купила себе три маркера. У меня целый сундук маркеров. Последнее время меня совсем поглотило акварели. Маркеры я давно уже не доставала, но я все равно о них помню, их люблю. Поэтому я себе докупила несколько маркеров. Давайте где-нибудь, сейчас я открою чистую страницу, и мы с вами посмотрим, что это за цвета. Я купила маркеры скетч-маркер, браш специально с кисточкой, поскольку у меня очень много маркеров с пулей. С кисточкой не так много, поэтому я себе пополняю коллекцию. Кто не знаком со скетч-маркерами, я вам настоятельно рекомендую их попробовать. У них очень упругая кисть, очень хорошее долото, которое прокрывает ровно поверхность, без каких-либо пропусков. Я специально взяла такие приглушенные оттенки для быстрых городских зарисовок. Вот этот уже более яркий, но для каких-то динамичных вещей он будет смотреться очень здорово. И голубой. Такой нежный. И это, наверное, марка, которая мне нравится безумно, даже, может быть, чуть больше, чем копики, потому что копики, они классные, крутые, но цена, конечно, кусается, особенно, когда покупать сразу же много. Поэтому я копики покупаю так по пару штучек. Иногда. Скетч-маркеры, у них цена намного более лояльная, поэтому, кто хочет попробовать себя в маркерах, я советую попробовать скетч-маркер. Можно даже брать не с кисточкой, а с пулей. Они будут еще дешевле, там что-то в районе 130 рублей за штуку, 150. Так, с маркерами. Это такое тоже лирическое отступление. Убираем. Кому интересно посмотреть, можете потом полистать. Полистать, я думаю, что где-нибудь в своих работах я его добавлю. И у меня также есть работа, нарисованные маркерами. Вот это к моей коллекции маркерной. И вещь, которую я очень хотела давно, это акриловый маркер для бликов. Кто не знает, как заправлять акриловый маркер, я долго думала, какой маркер купить. Они очень разных фирм есть, в разной цветовой категории. Этот, точно не помню, но где-то 200 с небольшим стоит. И когда мы покупаем новый маркер, здесь он такой, как с пулей, есть также с кисточкой у этой же фирмы. Но он был дороже почти в два раза. Я подумала, что сначала я попробую, и потом уже, если мне понравится, куплю себе с кисточкой. Смотрите, да, когда мы покупаем новый маркер, я его уже использовала, мы снимаем упаковку, и нам нужно его включить. Вот здесь вот такая вот штучка, пальцем покажу, да, которая нажимается. И в самом начале, если маркер никто не использовал, то вы будете рисовать, и он рисовать не будет. Для того, чтобы он начал рисовать, его нужно включить. Мы его зажимаем, и какое-то время держим, чтобы чернила, да, вот эти акриловые первые вытекли. И потом уже можно рисовать. Я посмотрела уже на каких-то своих работах, которые мне не очень жалко. Сейчас я вам открою одну, и мы с вами там можем какие-то блики поставить. Да, к примеру, вот здесь вот, на вот этой иллюстрации, да, вот какие-то вот такие прям яркие-яркие, сочные очертания. Но его, по-моему, уже почти будет невозможно смыть водой. Давайте попробуем, да. Вот если даже сравнить с белой ручкой, давайте, вот у меня есть восьмерка от Сакуры, да, видите, насколько более бледный цвет. Он, конечно же, намного тоньше, но даже вот если мы добавим еще несколько штрихов, он все равно не будет таким белым и таким укрывистым. А вот у меня также есть и десятка от Сакуры, но она все равно, да, вот если смотреть по тону, по укрывистости, гелевая ручка, конечно же, намного больше съедает. И также давайте посмотрим, будет ли он как-то размываться, да. И для меня это очень хороший знак, поскольку, да, к примеру, когда мы поставили какой-то яркий акцент, я очень боялась, что я этот маркер не смогу смыть и что мне придется как-то покрывать сверху, да, потому что гелевую ручку я знаю, что до какого-то состояния я могу ее смыть, да, получается, что и акриловый маркер мы также можем смыть. И это супер. Так, откладываем. А также я еще купила палитру, но это тоже для масла, поэтому я думаю, что на этом останавливаться не будем. А то моя палитра сейчас вся уже заляпанная и ее уже почти невозможно отодрать, когда я снимаю, у меня, поскольку она из дерева, снимается часть стружки, очень поравновать. Поэтому купила себе пластмассовую, большую, чтобы много масла можно было выдавливать. Так, и давайте посмотрим цвета, которые я купила. Это ультрамарин, ярко-голубая. Это цвета, которые у меня очень быстро уходят, поэтому я их докупаю почти постоянно, когда захожу в художественный магазин. И также купила две новые для себя краски. Это майская зеленая. Почему-то я никогда ей не рисовала. Я всегда использую оливковую со смешением каких-то добавочных цветов к оливковой. Майскую зеленую в чистом виде никогда не использовала. И окис хрома. Нам нужно сначала все наши тюбики открыть. Чем не люблю новую акварель, что ее нужно вскрывать. И я все время пачкаюсь. И у меня все потом в краске. Так, поэтому буду надеяться, что мы сейчас с вами не сильно извозюкаемся. Давайте прямо куда-нибудь на лист бумаги выдавим и посмотрим цвета. Я думаю, что ультрамарин нет смысла выдавливать, поскольку я думаю, что с ультрамарином от белых ночей все знакомы. А ярко-голубую для меня это краска наравне с ультрамарином. Ой, сильно продавила. Но для кого-то это может быть новая краска, поэтому ярко-голубую я покажу. Все небо, почти во всех моих работах, я рисую ярко-голубой. Поэтому вот если вам нравится цвет неба, который я изображаю, попробуйте, включите в свою палитру ярко-голубую. И я думаю, что она вас приятно удивит. Так, давайте посмотрим, что же это у нас за цвета. У нас такой сегодня обзор на все сразу. На все и потихонечку разберем. Ярко-голубая, если мы ее берем насыщенно, то можно получить прям такой красивый, благородный цвет. Это может быть цвет и моря, и каких-то красивых, покрашенных деревянных дверей. Мне кажется, что часто в русском зодчестве встречаются вот такие голубые наличники. Если мы ее разбавляем чуть сильнее, то у нас получается такая вот летняя история, летнее небо. Очень легкое, очень теплое. Поэтому вот эта вот краска, она одна из моих любимых. Если в нее добавить немного ультрамарина, я не буду открывать там, я возьму ей свои кюветки. Да, ее можно немножко приглашить ультрамарином, и тогда цвет будет чуть похолоднее, но приятнее, чем чистый ультрамарин для неба. Ультрамарин для неба я использую только в совсем холодных состояниях, или когда у нас пасмурная погода, в таком виде я не использую. Можно еще использовать кобальт для неба, но почему-то мне ярко-голубая нравится больше. Так, и вот это для меня тоже две новые краски. Окись хрома. Чуть больше наберем и посмотрим размытие. Окись хрома. Цвет приятный. Мне нравится, что он не ядовитый, поэтому я думаю, что она в моей палитре найдет место. И это майское зеленое. Она прям, вот как я сказала, да, ядовитая краска, но мне кажется, что для каких-то засвеченных полей, для вот таких вот быстрых, давайте даже вот попробуем, для вот таких быстрых каких-то штрихов, зарисовок, мне кажется, она будет смотреться очень удачно, да, особенно если ее немного подразмыть. Давайте попробуем к ней добавить окись хрома. Да, и сделаем какие-то растяжки. И ярко-голубой добавим ощущение неба. Здесь бумага у меня не хлопковая, она достаточно быстро впирает в себя краску, да, еще и с какими-то пятнами легла. Но для выкрасок, я думаю, что нам это достаточно. Также можем попробовать смешать окись хрома с ярко-голубой. Смотрите, да, получился такой зеленый оттенок. Оттенок тоже достаточно интересный, да, вот при смешении цветов. Такую зеленку похож. Вот какие-то деревья на дальнем плане, хотя, конечно, я бы это немного приглушила. Да, и еще добавим майской. Она, видите, когда высыхает совсем в желтую краску, превращается в желтый оттенок. При высыхании мне уже она нравится больше. Я думаю, что она будет здорово смотреться с коричневыми оттенками в смесях. Да, вот даже если мы сейчас оттеняем коричневым, то уже смотрится намного интересней. Поэтому я думаю, что чуть я опоздала с покупкой майской зеленой, да, и ее нужно было все-таки на лето покупать. Но я думаю, что я еще найду, куда ее применить до зимнего периода, да, поскольку все-таки, когда мы рисуем, мы впитываем окружающее наше состояние, да, и в работах оно тоже прочитывается. А вот окись хрома, я думаю, что эта краска как раз сейчас наберет обороты, поскольку это и приглушенная зелень, да, в добавлении с оранжевой, мне кажется, она даст красивые осенние оттенки, да, поскольку зелень уже у нас будет очень приглушенная. Так же мне кажется, что ее хорошо можно писать в воду, и вот я прям вижу, как она по воде у нас стелется, да, вот такими болотистыми оттенками. И так же мне кажется, что будет очень здорово ее добавлять в написание каких-то фактур, когда нам нужно что-то состарить, да, где-то сделать и ржавчину, да, с какими-то медными вкраплениями, да, для придания реалистичности. Я думаю, что вот это именно зеленое будет очень кстати. Так, какую-то месиву мы с вами сделали, цвета посмотрели. Я хотела еще вам показать вот такую вот кисть. Мне ее подарили. На фестивале. Так, испачкалась краской. Это кисть от Рублева, и у нее очень интересный кончик. Я ее брала как-то на пленэр и рисовала ей траву. А у нее за счет вот такого ворса, да, с разной длиной, у нее получается достаточно интересный мазок. И очень мне понравилось писать хаотичные, да, какие-то травинки. Посмотрите, да, как быстро и уже похоже это на какой-то холм. Такими наслоениями. Даже не нужно особо выморачиваться, да, и сразу же можно создавать интересную фактуру. Это может быть фактура, как на земле, да, сразу же появилась трава. Это может быть фактура и дерево на какие-то отдельные веточки. Можно им вот так вот прописывать. Поэтому, кто любит разные кисти, любит эксперименты, любит для каждого приема иметь свою кисть, очень советую вам посмотреть на вот эту вот кисточку. Также мне кажется, что сейчас вот здесь увидела, что ей будет здорово писать чешую. Да, вот какие-то чешуйки делать. Также, я думаю, что можно приловчиться и написать ей крышу. Я думаю, что по кистям я сделаю обзор. Я уже давно об этом говорила, но все, у меня руки не доходили. Ну, на черепицу не очень похоже, но на вязанный свитер по-моему, идеально для таких уютных, особенно осенних, зимних картин, когда нам нужно показать какую-то фактуру, вязку. вот прям я уже вижу это в работе, да, что у нас какая-то девушка сидит, у нее вязанный свитер, и вот такую фактуру добавить очень быстро и очень просто. Поэтому всем рекомендую перед зимой, кто хочет экспериментов и каких-то интересных решений, попробовать вот такую кисть. Я думаю, что тут написано S12RB оригинал рублев и размер 10. Я думаю, что вот это как раз-таки есть марка вот такого интересного наконечника. Это полностью синтетика, она очень упругая, но у нее быстро заканчивается краска, поэтому нужно часто ее добирать. Но фактура дает очень интересную. И теперь давайте посмотрим на мою белую ручку, о которой я так давно мечтала, белый маркер, куда-то его нанести, чтобы посмотреть, насколько белые элементы он дает. Он пишет даже по мокрой бумаге, в отличие от белой ручки. Белая ручка на мокрой бумаге не пишет почти. Вот я сейчас рисую, и она просто пропадает. Даже если взять десятку, по мокрой бумаге у нас просто вдавливается, вот здесь вообще ничего у нас и не осталось. Вот я рисую, и она просто забилась. И сейчас даже по почти сухой бумаге ее нужно вычищать и убирать. Будем сейчас ее восстанавливать. С маркером таких проблем нет. Мокрая у нас бумага, сухая бумага, он пишет везде. Можно попробовать сейчас сделать, но совсем тоненький не получается. Вот это минус. Поэтому все-таки наверное придется докупить кисть, поскольку у кисточки более тонкий кончик. Если делать быстрые движения, то линия более-менее тоненькой может получиться. Вот в таком режиме тонкую линию провести у меня не получается, но зато очень-очень насыщенный цвет. Вот здесь совсем мокрая акварель, он даже немножко поплыл. На это можно использовать как прием. Я так делаю иногда с гелевой ручкой, когда она уже начинает писать по-мокрому. Я ее еще иногда вот так подразмывая, чтобы получилось очень мягкое вкрапление. Но даже с тем наконечником, которые есть сейчас у меня, мне нравится, что он такой укрывистый, что можно будет прям вот по заливке быстро добавлять каких-то фактур. И то, что цвет очень укрывистый. Так что маркером я очень довольна. Это Posca Uniposca. Наверное, правильно почитала? Да, вот здесь нарисована толщина от 0,9 до 1,3 миллиметра наконечник. Может быть, там были и более тонкие, надо было разбираться. Я, если честно, взяла быстренько первый и побежала. Также я еще иногда использую не белую ручку, а белые акварельные или пастельные карандаши, вот у меня есть один восковой белый карандаш, есть акварельный карандаш и пастельный карандаш. Давайте где-нибудь вот здесь на одном оттенке посмотрим. По мокрой бумаге пастельный карандаш почти не рисует. Видно его, но это уже несколько штрихов пришлось сделать. Это акварельный карандаш и по мокрой бумаге также он рисует только когда уже прям продавили. И это восковой карандаш. Он вообще не рисует по мокрой бумаге. Поэтому пока восковой карандаш у нас самый неудачный. давайте посмотрим на какой-нибудь работе на той же самой спленера, но она у меня совсем неудачная, поэтому я ее даже не выкладывала. Если нам нужен приглушенный цвет, это у нас восковой карандаш, то для таких приглушенных оттенков он смотрится хорошо. Давайте посмотрим теперь на такой же высохшей бумаге акварельный карандаш от Faber Castle. И он, конечно, уже посмотрите, насколько он звонче. По высохшей бумаге он смотрится очень-очень здорово. Можно прям добавлять белые участки, еще его и подразмыть. И у нас остался еще пастельный карандаш. пастельный карандаш ведет себя похоже на восковой. У него также ненасыщенная текстура, но у него большая рельефность. Если нам нужно создать такую рельефную красивую фактуру, особенно если это не гладкая бумага, а с большей шероховатостью, то смотреться будет очень-очень здорово. Давайте можем посмотреть вместе дополнить вот эти фактурные мазки еще белыми завершениями и она сразу же намного лучше считается. Поэтому вот если нам нужно рисовать именно какие-то яркие акценты и вы не хотите использовать инородных материалов, таких как акрил или гуашь, то можно взять акварельный белый карандаш и именно акварельный карандаш дает такой жирный след, который хорошо читается и прочитывается. Пастельный карандаш можем добавлять, но он будет совсем такой блекленький, но зато будет очень хорошая фактура, особенно для воды. Мне кажется, что если рисовать блики на воде, вот такая ребристая фактура будет смотреться очень круто. И восковой карандаш наверное я даже вообще его можно использовать как будто бы мелом мы протираем, вообще не видно ни фактуры, ни почти цвета, мы просто немножко выбеляем, как будто бы вымыли кисточкой, для каких-то отдельных приемов наверное его можно использовать, но вот до такой белизны можно просто вымыть кисточкой обычной краску, поэтому наверное в этом карандаше особого смысла нету, но если у вас есть все три, то вы можете их комбинировать и получать отличное соотношение фактур, текстур, оттенков, насыщенности, укрывистости, поэтому каждому свое смотрите, кому что больше нравится, да и опять же если мы добавляем сюда белую гель в ручку, по мокрому она уже рисует хорошо, но у нее очень жесткий край, поэтому если нам нужно сделать такие яркие блики и нас не пугают то, что у нее будет не очень хорошее окончание, то мы можем использовать белую ручку, но все-таки наверное для большей графичности и аккуратности я бы посоветовала именно белый акварельный карандаш. Так, ну вроде мы с вами все просмотрели, выкраски сделали, сравнили разные материалы, испачкали карандаш под самый конец, сейчас буду отмывать, так что всем большое спасибо, кто посмотрел разбор, напишите на что хотели бы получить более подробный разбор, может быть на акварельные краски, которые есть у меня в наличии, или кисти, которыми я использую, какие вообще есть, да, может быть как-то более подробно рассказать о разных приемах, так что буду очень рада вашим комментариям, также я спрашивала, кто может мне подсказать, как спасти новую белую коробку от аквареля, как ее вымыть, на что вот это все оттерлось, оттерлось, у кого есть какие-то рецепты, секретики, буду очень рада, если вы со мной поделитесь, так что всем большое спасибо и до новых